Время новостей на Вектор ТВ. В студии работает Кайрина Хирсан. Здравствуйте. Смотрите сегодня. В канун Дня Матери глава города Дмитрий Демидов поздравил многодетные семьи с праздником. Для мам Новополоцка в преддверии светлого праздника поздравления прозвучали от руководства города и творческих коллективов, а в Новополоцком роддоме организовали рукотворную выставку и провели тематический круглый стол. Названы имена лучших работников сферы культуры города Новополоцка. В канун профессионального праздника премии признаний удостоено 8 лауреатов. Студент года назван в Полоцком государственном университете. Победитель почетного конкурса представит Новополоцк на областном этапе. Сейчас об этом мы не только расскажем более подробно. Именно в регионах Белоруссии и России начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании пятого форума регионов Белоруссии и России, передает Белорусское телеграфное агентство. Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент, констатировал Александр Лукашенко. В настоящее время 8 тысяч предприятий двух государств связаны производственной кооперацией. В Белоруссии около 3 тысяч организаций с российским уставным капиталом. В России зарегистрировано примерно 50 совместных производств. Создано около 160 субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является определенным достижением. О взаимной заинтересованности в развитии межрегиональных связей свидетельствует высокая интенсивность обмена визитами делегаций различного уровня, отметил президент. Подписано около 80 договоров о сотрудничестве с 36 субъектами Российской Федерации. Основными торговыми партнерами Белоруссии остаются Москва, Санкт-Петербург, Республики Тетерстан и Башкортостан, Пермский край, а также Брянская, Калужская, Московская, Смоленская и Тюменская области. Объем торговли с этими регионами составляет более 70% белорусско-российского товарооборота. Это очень высокий результат, но важно наладить такой же темп сотрудничества и с другими субъектами Российской Федерации, считая, что у нас имеются все необходимые инструменты. В настоящее время почти с 60 регионами России созданы совместные рабочие группы и советы по деловому сотрудничеству. У российских партнеров есть возможность отрабатывать в Белоруссии все актуальные вопросы напрямую с должностными лицами в нашем правительстве и местных органах власти, сказал глава государства. По его словам, форум регионов Белоруссии и России стал хорошей традицией для президентов двух стран – руководителей регионов, представителей бизнес-сообщества и экспертов, площадкой для обсуждения ключевых вопросов межгосударственных отношений. Мы внимательно изучили, как на местном уровне реализуются наши общие планы в социальной политике, аграрной и промышленной сферах, ознакомились с перспективными направлениями развития высоких технологий, инноваций и информационного общества. Сегодня нам необходимо проанализировать и определить те сферы, в которых межрегиональное взаимодействие могло бы оказать дополнительное положительное влияние на интеграционные процессы в рамках нашего Союза, добавил белорусский лидер. Многодетные мамы со всего Придвинского края сегодня принимали поздравления от первых лиц области. В нынешнем году 11 многодетных матерей Витебщины удостойны почетной награды Ордена Матери. А 25 женщин получили премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Тусналобовой Марченко за воспитание детей, в том числе приемных, которые нуждаются в особой опеке и заботе. Среди награжденных ученые, педагоги, врачи, аграрии, социальные и творческие работники, домохозяйки. Многие женщины пришли со своими детьми, которые разделили с ними их радость и счастье. В числе многодетных матерей, которых сегодня чествовали в областполкоме и представительницы Новополоцка, Орденом Матери наградили Светлану Алексеенок, Екатерину Семинас и Екатерину Карпович. А почетную премию Тусналобовой Марченко присвоили Новополощанке Алене Молчановой. Потому что мама в преддверии международного праздника и в Новополоцке чествовали женщин, носящих это гордое звание. В праздничном зале мамы принимали поздравления от представителей городской власти и творческих коллективов Новополоцка. А как его ангела зовут? Не важно, как его зовут. У него много имен. Просто называй его «мама». Из двух слогов простое слово «мама». И нет на свете слов дороже, чем оно. В преддверии светлого праздника, Дня Матери, городской центр культуры встречает новополощанок, которые испытали радость материнства. Теплые слова благодарности, искренние поздравления в этот день женщинам города адресовал и глава Новополоцка. Мать – это самый близкий, самый родной человек для каждого из нас. Со словом «мама» мы начинали говорить, мы начинали осознавать свое предназначение в этой жизни. В этом слове сосредоточены любовь и вдохновение, сила, надежда. Оно излучает светло, тепло и уют. И, конечно же, в этот день хочется пожелать всем нашим матерям счастья, здоровья, любви, чтобы они всегда радовались успехам своих детей. В торжественной обстановке глава города вручил благодарности многодетным мамам, любви которых хватает не только на своих детей. А все присутствующие в зале женщины также с радостью принимали поздравления от городской администрации и от творческих коллективов Новополоцка. Но самые важные слова – спасибо, мама, что ты есть – женщины услышат дома в день светлого праздника от своих детей. Карина Херсан, Артем Табаков, Вектор ТВ. И это еще не все теплые поздравления. Сегодня гостей встречали многодетные семьи Новополоцка в канун праздника. Их поздравили представители руководства города, общественных организаций и коллеги по работе. В преддверии замечательного праздника Дня Матери зашли вас поздравить, пожелать вам и вашей семье, конечно, здоровья, счастья, любви, тепла, уюта, чтобы дети радовали своими успехами, чтобы все были здоровенькие, счастливые. Все у вас хорошо получалось. Спасибо большое. Вот так, с цветами, сладостями и наилучшими пожеланиями актив Новополоцка во главе с председателем Новополоцкого горосполкома поздравляют семьи с наступающим Днем Матери. Особые слова благодарности тем, кто фразу «Вы, мама!» слышал трижды. Безусловно, для каждого человека это праздник особенный, потому что для всех нас нету ближе и роднее человека, чем наша мать. Это мы, начиналась наша жизнь, мы учились говорить со слова «мама». И, конечно, материнская любовь на протяжении всей жизни нас окреляет, придаёт нам силы, помогает преодолевать всякие трудности, невзгоды. Добавлю, что семей, в которых детей много, а именно воспитывается три и более, ребёнка в нашем городе пребывает с каждым годом. И сегодня их количество превышает 600. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Поздравить своих коллег с Днем Матери поспешили сегодня и в Центральной городской больнице. Руководство учреждения, а также представители городской администрации поблагодарили женщин за их нелёгкий труд – труд мамы. Тёплые слова, улыбки, дружелюбное чаепитие и место встречи символичное – родильный дом. Продолжит Капитолина Зенкевич. День Матери отмечают сегодня в городской больнице. Коридоры Новополоцкого роддома на несколько часов превратились в выставочный зал. Здесь коллектив больницы устроил рукотворную выставку, посвящённую мамам. Потому что это и особенно, учитывая специфику работы нашего коллектива, что они стоят на страже здоровья именно женского населения. И первые они, в общем-то, дарят нашим женщинам радость материнству. Поэтому, я думаю, что это очень символично. Символичным стала в этот день и презентация нового учебного класса. В Новополоцком роддоме при поддержке города появился специальный кабинет, в котором смогут получать знания и тут же отрабатывать их на практике будущие акушеры-гинекологи. Завершили праздник традиционным круглым столом с участием работающих в учреждении здравоохранения многодетных мам. Вместе с руководством больницы здесь обсудили проблемы семьи и материнства. Капитолина Зинкевич, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Насытить будни и праздники яркими мероприятиями и подарить настроение каждому зрителю – задача не из простых, но она по плечу специалистам сферы культуры Новополоцка. В канун профессионального праздника грамотами и благодарности отмечены лучшие представители профессии и лучшие творческие проекты, реализуемые в культурной столице Беларуси. С обладателями городской премии «Признание» познакомилась Юлия Рубцова. Сегодня творческие люди Новополоцка в роли непривычной. Сцену они сменили на зрительный зал, однако, несмотря на дислокацию, они в центре внимания. Премия «Признание» объединила лучших представителей профессии. В списке номинантов более двух десятков человек, и только восемь из них стали лауреатами. За большой личный вклад в развитие культуры города номинация «Особая» и подход к своей работе победителя должен быть таким же особым. Я стараюсь просто честно и искренне, добросовестно делать свою работу, вкладывать в свою душу, наверное. Это, может быть, звучит высокопарно немножко, но в то же время так оно и есть. Не только люди, но и проекты, которые реализованы в культурной столице Беларуси Новополоцке, получили признание. Продвинские россыпы, звонкие голосы, Центр культуры, представители художественной школы, детской школы искусств номер один и библиотечной сети города. Им нынешний год носить почетное звание лауреата премии и быть примером для своих коллег. Не обошлось в профессиональный праздник и без обновления профильной доски почета. Очень большая ответственность, большая честь для меня. Я надеюсь, что я справлюсь с оказанной мне честью. Будем стремиться к большим высотам. Слова благодарности за труд и развитие культурной среды города коллективом выразил глава Новополоцка. Дмитрий Демидов также вручил награды от городской администрации и городского совета депутатов. Юлия Рубцова, Артем Табаков, Вектор ТВ. Эстафету новостной ленты перенимает молодежь. Какой он лучший студент, знают в Полоцком государственном университете. Интеллект, творчество, коммуникабельность – это лишь малая часть тех качеств, которые проявили финалисты конкурса «Студент года-2018». Как это было, смотрите в нашем материале. Месяц на подготовку, и вот они, финалисты конкурса «Студент года-2018» предстали на суд жюри. За плечами нынешней «Восьмерки» – интеллектуальный и творческий конкурс, визитка, презентация и другие испытания. Их финалисты совмещались с учебным процессом. Была сложность в том, что надо было делать все это очень быстро. Надо додуматься до новых проектов и готовиться на концерт. Это как самоутверждение, что я что-то могу, что я чего-то добился, что я чего-то стою. Скажите, а для чего вам нужно вот это звание «Студент года-ПГУ»? Это конкурс интересный, просто показать себя, что ты есть такая, что ты можешь все показать этому универу. На финал оставили самое зрелищное и креативное. И под пристальным вниманием жюри – каждая деталь. Конкурсанты выбрали разные форматы. Одни делились любовью к малой родине, другие делали ставку на коммуникации. И как будущий специалист по социальным коммуникациям, я твердо уверена в том, что общение играет огромную роль. И как оказалось, студентка финансово-экономического факультета не прогадала. Огромную роль коммуникации сыграли в ее выступлении. Мария Савченко объявлена победителем, а значит именно ей представлять вуз на областном этапе конкурса «Студент года». Юлия Урбцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Такого в Новополоцке еще не было. Молодежь и спорт за маму. Благотворительный забег ко дню матери провели активисты Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Как это было, расскажет Капитолина Зинкевич. Больше 200 ребят со всех учреждений образования города собрались в парке культуры Новополоцка, чтобы поучаствовать в первом благотворительном забеге, организованном Белорусским Республиканским Союзом Молодежи. Приурочили его к предстоящему дню матери. Перекличка, символическая разминка и вперед. За маму! Бегу за маму. Именно так организатор назвали забег. Небольшая дистанция в 500 метров преодолена. Начало хорошей традиции положено. Конечно, акция для нас очень важна, потому что она приурочена к такому мероприятию. Мы действительно хотели бы, чтобы данное мероприятие стало ежегодным, поскольку все-таки носит спортивный характер. И как наш Новополоц в город спортивный, мы хотим, чтобы каждый житель города был за спортивный образ жизни. Положительные эмоции от забега остались и у ребят. Каждый смог пробежать, проверить себя на выносливость. Ну и просто ради того, чтобы маме сделать приятно. Круг, конечно, был немаленький, 500 метров. Но всем понравилось. Призовых мест и наград сегодня нет. Вместо дипломов и медалей каждый из участников получил поздравительную открытку для своей мамы. Теперь к новостям спорта. Победа у новополоцких хоккеистов. В очередном матче экстралигии «Б» чемпионата Беларуси по хоккею «Химик» одержал победу над пинскими ястребами. В первом периоде ни одна из команд не смогла открыть счет. А на первой минуте второй двадцатиминутки Игорь Леоненко забрасывает шарбу в ворота пинских ястребов. Пинские хоккеисты наносят ответный удар в ворота «Химика». Далее очередные шарбы в ворота ястребов забрасывают. Алексей Садовик, Виктор Гавриленко и Вячеслав Макриский. В третьем периоде пинск все же забивает гол новополоцким хоккеистам. Но эта шайба им не помогает сравнять счет. Итог игры 4-2 в пользу «Химика». После матча главный тренер новополоцкой команды Денис Теднюк прокомментировал результат игры. Игра была одинаково опасная, команда соперника имела много моментов, но мы выиграли, реализовав свои моменты. Третий период был очень тяжелый, но команда выстроила. На данный момент в турнирной таблице дивизион ОБ «Химик» с 16 очками занимает четвертую строчку. Первую же строчку занимает команда Могилева с 24 очками. Следующую игру новополоцкий «Химик» сыграет с командой «Брест». На сегодня все. Напомню, если вы что-то пропустили, программы «Вектор ТВ» доступны для просмотра на официальном сайте Новополоцка и на ютуб-канале телерадиокомпании «Вектор». Также оперативно следить за событиями городской жизни можно и в нашей группе ВКонтакте, и профиле в Инстаграм. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами и всем хороших выходных! По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 октября, в Новополонске ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-западный до 3 м в секунду. Температура воздуха ночью около 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17 градусов со знаком «плюс». В воскресенье, 14 октября, в Новополонске ясная погода сохранится. Осадков не ожидается. Ветер южный до 2 м в секунду. Температура воздуха ночью около 8 градусов тепла. Днем до 17 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова